Веселые были времена. Хорошо, мы ведем прямой эфир. Все в порядке. Всем привет. Сегодня у вас здесь Лиза и Райан, и мы здесь. У нас в офисе тесно. У нас в офисе тесно, да, с четырьмя собаками. Но мы собрались здесь сегодня, чтобы обсудить ДБД, все о КБР, и действительно все о бандоканно-биноидной системе, и о том, что это такое, почему она не в порядке, как мы можем вернуть ее под контроль с помощью КБР и о некоторых других вещах образа жизни. Итак, Райан собирается вникнуть в мельчайшие подробности, в науку, лежащую в основе эндоканно-биноидной системы, а затем углубиться в изучение нашего КБР. А затем мы поговорим об использовании, о множестве вопросов, которые, как я знаю, я получила, и которые мы рассмотрим. А затем мы также сможем ответить на некоторые вопросы по мере их поступления. Но если вы собираетесь задавать вопросы, пожалуйста, убедитесь, что они касаются КБР. И именно на них мы сегодня и ответим. Это потрясающе. Да, и еще мы немного поговорим о домашних животных. Да. Итак, Анна, канно-биноидная система устроена так же продуманно, как крупная чистая сеть. Это самая большая сеть рецепторов в нашем организме. Она больше, чем наша центральная нервная система и наша периферическая нервная система. Таким образом, эндоканно-биноидная система состоит из трех реальных основных компонентов. Это рецепторы, эндоканно-биноиды и ферменты. Поэтому мы немного поговорим о рецепторах, потому что именно так все и работает на самом деле. Рецепторы действуют как своего рода замок и ключ и становятся сигнальным центром, как только они активируются. Таким образом, рецепторы эндоканно-биноидной системы находятся как в центральной нервной системе, так и в периферической нервной системе. Существует два типа каннабиноидных рецепторов. Есть рецепторы каннабиноидного типа первого и второго типа. Сейчас они распределены по всему телу, но центральная нервная система – это головной и спинной мозг. Таким образом, в головном и спинном мозге вы найдете преимущественно рецепторы Сибиван. Теперь периферическая нервная система состоит в основном из всех других органов тела, всех других тканей, вашей соединительной ткани, ваших мышечных волокон, ваших других органов, вашей печени, ваших почек, вашей поджелудочной железы, вашей селезенки, повсюду в организме. Но на самом деле это очень большая система. В этой системе, в периферической нервной системе, вы найдете смесь первого и второго ЦБ. Так что в основном это ЦБ второго типа, но это будет смесь. Таким образом, это и есть первичные рецепторы. Так вот, организм естественным образом вырабатывает то, что они называют эндоканно-биноидами, что означает эндо, что означает внутри. И каннабиноиды – это то, о чем мы сегодня говорим. Таким образом, эндоканно-биноиды вырабатываются самим организмом. Существует два основных эндоканно-биноида. А теперь мы немного поговорим о том, как они выбрасываются из строя, разрушаются и как бы не в достаточной, достаточно высокой концентрации. И еще, конечно же, есть ферменты. Так что ферменты ответственны за большую часть тяжелой работы. Именно они производят эндоканно-биноиды. Именно они также расщепляют эндоканно-биноиды. Поэтому сегодня мы не будем слишком заострять внимание на ферментах. Мы будем говорить в основном об эндоканно-биноидной системе, я бы сказал, а также о способах ее сбалансирования и восстановления гомеостаза. И именно это слово «гомеостаз» подразумевает, что в системе существует равновесие, естественное равновесие. И это относится ко всему, что есть в нашем организме. Мы всегда стремимся установить контрольные точки гомеостаза. И почему так много всего происходит с нашими телами? Так это потому, что они теряют тот гомеостаз, который позволяет им выйти из равновесия. Да, давайте поговорим об этом. Давайте поговорим о том, что вызывает дисфункцию эндоканно-биноидной системы. Да. Конечно, во многом это и есть жизнь. Это тоже относится ко всему, но это образ жизни. Это стресс, это курение, это избыток алкоголя, это недостаток движения, физических упражнений или диеты. Все эти вещи точно так же, как они могут вывести из строя другие системы нашего организма. Все эти вещи также могут вывести из строя канно-биноидную систему. Да. А какие еще вещи вам хотелось бы узнать поближе? Да, я думаю, что самые важные из вас, ребята, возможно, слышали о таких вещах, как химические вещества, разрушающие эндокринную систему, не так ли? Поэтому такие вещи, как вталаты, это то, что приходит мне на ум. Они действительно часто встречаются, например, в пластиковых бутылках с водой. Или БПА. БПА. Да, эти вещества действительно могут нарушить нормальную эндогенную выработку ваших эндоканно-биноидов. Это два из них. Мы уже говорили о том, что, как вы сказали, вы должны выбрать самые крупные из них. Итак, курение, избыток алкоголя, токсины, воздействие внешних факторов, вот именно здесь большинство людей как бы выбиваются из колеи. Теперь это будет касаться не только вашей эндоканно-биноидной системы. Это будет в основном вся система вашего организма, которая в зависимости от литературы, которую вы читаете, и исследований, которые вы читаете. Сейчас есть много доказательств того, что эндоканно-биноидная система действительно является связующим звеном, мостом между мозгом и телом. Между центральной и периферической нервной системой, между сейчежей, переходите на мостик. Так оно и есть на самом деле. Когда я называю это ячеистой сетью, это похоже на то, что вы объединяете различные сигналы Wi-Fi. И как бы следите за тем, чтобы все они хорошо взаимодействовали и были сбалансированы. На мой взгляд, именно за это отвечает эндоканно-биноидная система. Правильно. И мы так усердно работаем над тем, чтобы сбалансировать другие системы нашего организма, чтобы поддерживать их в гомеостазе. Но большинство из нас никогда не задумываются и не знают об эндоканно-биноидной системе и о том, что мы должны относиться к ней точно так же. И опять же, это связано с коррекцией этих факторов образа жизни, а также с добавлением КБР точно так же, как мы должны дополнять его чем-либо другим. Так оно и есть на самом деле. Я хотел сказать, что одна интересная вещь заключается в том, что вы только что сказали то, с чем многие люди не знакомы, и на то есть веская причина. Об этом узнали только в 90-х годах. Они определили КБР. Я не уверен, в каком году это было в самом начале и ТГК в 60-х, но в 40-х годах, я думаю, может быть КБР где-то там. Но эндоканно-биноидная система действительно была открыта только в начале 90-х. И с тех пор появилась масса литературы, масса исследований. На изучение эндоканно-биноидной системы тратится уйма денег. И посмотрите, сейчас на рынке появился усовершенствованный препарат, который лечит в первую очередь это управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, но он предназначен для лечения судорог и припадков. Правильно, это КБР, одобренный управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Да-да. Что вы хотели сказать? У меня была причина, по которой я спросила, как мы это исправим. Итак, я сказала о факторах образа жизни, а также реализации проекта. Есть ли какие-либо из них? Я думаю, что есть некоторые действительно веские доказательства того, что касается правильного питания, особенно в отношении кишечника. Вы вообще собирались говорить об этом? Так что если вы хотите поговорить о балансе между кишечником и мозгом, то да, потому что это микробием. Так что ферментированные продукты здесь играют большую роль. Так что сыр Ким, кефир – продукты на основе пробиотиков. Они очень полезны для восстановления нормальной эндогенной выработки таких веществ, как ваши эндоканны-биноиды. Правильно. И мы действительно должны делать все это с дополнениями-дополнениями, чтобы действительно помочь сбалансировать баланс. Это так. Это становится возможным благодаря добавкам. Это часть процесса. Правильно. Вы знаете? Правильно, правильно. Для общего пользования. Есть и другие способы восстановления, но все же подождите. Так что если вам нравятся физические упражнения, давайте воспользуемся физическими упражнениями, извините. Физические упражнения – это такие ситуации, когда вам нужно поговорить об этом, потому что они действительно помогают восстановить равновесие и гомеостаз. На самом деле, эта концепция кайфа бегуна в течение многих лет считалась чем-то вроде опиоидной штуки, где, например, как она называется, происходит выброс эндорфинов. И в любом случае, теперь они говорят, что на самом деле именно эндоканнобиноиды регулируют уровень адреналина в крови бегунов и как бы дают вам второе дыхание. А также уравновешивают ваши сотовые связи, обмен сообщениями и химические обмены. Так что это в некотором роде круто. Я подумал, что это было здорово. Да. Итак, мы поговорили о питании, о физических упражнениях. Конечно, я думаю, что это точно уравновесит ситуацию. Здоровое тело, сухая мускулатура, здоровый вес тела – это большая часть всего этого. Избегайте этого. Токсинов не так ли? Снижайте их количество. Это невозможно, но вы делаете все, что в ваших силах. Мы живем не в мыльном пузыре. Так что… Да. К сожалению, мы подвергаемся опасности. Так что вам придется просто поработать над этим немного усерднее. Да, именно так. Поэтому, прежде чем мы перейдем к разговору о живом питании, КБР, маслах и настойках, почему бы нам не ответить на несколько вопросов? Мы хотим сделать это сейчас или нам следует подождать до конца и просто просмотреть их все? Давайте воспользуемся несколькими наиболее распространенными способами использования, потому что я чувствую, что у вас, вероятно, возникнет несколько вопросов. Я знаю, что понимаю это для тех, кто совсем не знаком с КБР, и это прекрасно, что мы здесь для того, чтобы рассказать об этом. Но самое распространенное применение – это бессонница. Это действительно помогает вам заснуть. Это помогает вашему телу расслабиться. Ведь тревога, стресс, боль – это очень сильная боль. Это здорово помогает справиться с болью без использования безрецептурных НПВП, которые также могут нанести вред вашему кишечнику. Так что это очень важно. Дозировка на флаконе указана в двух каплях. На самом деле это один-два раза в день, в зависимости от того, насколько вы можете это вытерпеть. В любое время. Побочные эффекты есть? Но мы еще вернемся к этому вопросу. Да, давайте сделаем все правильно. Так что давайте перейдем к вопросу о растительном масле. А затем, потому что мы собираемся пройти через это. Это действительно будет очень важно. Я бы сказал, что это будет очень содержательно. Уже почти 10 минут первого. Как мы всегда говорим, мы стараемся, чтобы они длились где-то от 15 до 20 минут. Так что живое хорошее или живое хорошее масло CBD – это настойка полного спектра действия. Так что же значит полный спектр? Полный спектр – это первый шаг от сырого, например, сырого конопляного масла. Таким образом, полный спектр является наименее рафинированным. Так что же это значит? Почему это так выгодно? Это означает, что вы не проходите дальнейший процесс доработки, и это хорошо. И следующим шагом будет расширение спектра действия. А затем они переходят к изоляту, который по сути представляет собой просто чистый-чистый КБР. Сейчас, когда мы будем разбираться в этом, следует иметь в виду следующее. Сам по себе КБР на самом деле не взаимодействует с теми рецепторами, о которых мы говорили. Все остальные вещества взаимодействуют с ним, и они создают так называемый эффект антуража. Так что сейчас мы узнаем об этом подробнее. Таким образом, в растении содержится полный спектр флавоноидов, которые по сути являются подобными антиоксидантам. У вас есть терпены, которые придают вам вкус и аромат. В состав эфирного масла растения входят органические углеводороды. Простым примером может служить кожура цитрусовых, что-то вроде лимона. Например, если вы как бы снимаете цедру с этой кожуры и ощущаете запах и аромат, который вы получаете, то это своего рода эфирное масло. Это те терпены, которые выделяются наружу. Поэтому, когда вы вдыхаете запах терпенов и пробуете их на вкус, ваше тело уже начинает как бы реагировать на это. Терпены – это мощная, очень мощная штука. Это большая часть того, что уже было изучено. И если вы, ребята, хотите по-настоящему разобраться в этом вопросе, погуглите некоторые из терпенов и узнайте о них побольше. Они просто невероятны. Таким образом, имея их в полном спектре, они по большей части не относятся к широкому спектру. Но терпены, флавоноиды и, конечно же, у вас есть каннабидиол, который является CBD, CBD-каннабидиол. А затем у вас есть еще несколько незначительных каннабиноидов. Итак, вы увидите CBC, CBG, CBN, а также кислоты CBD, о которых кто-то только что спрашивал. Теперь они будут разными. Они будут сильно различаться в зависимости от растения, в зависимости от способа выращивания, сбора урожая и всего остального. Но в этом, по сути, и заключается преимущество полного спектра. Теперь, с учетом сказанного, вам понадобится немного ТГК. ТГК, конечно же, является психоактивной частью растения, которая может вызвать у людей кайф. И по закону подобное требование составляет до 0,3% ТГК. Так что это потенциально может привести к провалу теста на наркотики. Мы должны быть уверены, что люди знают об этом. Людям, которые проходят плановый скрининг на наркотики, важно знать, что полный спектр может содержать до 0,3% ТГК. И потенциально может привести к отрицательному или положительному результату скрининга на наркотики. Это прискорбно, но это правда. Вы знаете, если вы действительно посмотрите на сертификат анализа, хотя, как и некоторые из тех, что мы просматривали, вы увидите, что фактическая концентрация ТГК. И это очень хорошо, настолько низка, что ее даже невозможно обнаружить. И это находится в нижней части нашего веб-сайта. Я хочу ознакомиться с сертификатами анализов. Да, сертификат об анализе действительно является важной частью этого документа. Таким образом, вы будете знать, сколько ТГК содержится в вашем продукте. И если оно окажется ниже допустимых пределов, вы будете знать. Я не могу сказать определенно, но в этот момент у вас вряд ли будет положительный результат теста на наркотики. Я имею в виду, что это все еще предел в 0,3 балла, но там должен быть установлен флажок «Осторожно». Да, это всегда похоже на ошибку в сторону осторожности, что-то в этом роде, если вы работаете в правоохранительных органах и регулярно проходите тестирование на наркотики, пожалуйста. Да. Мы будем нести за это ответственность. Да, но дело в том, что терпены – это действительно то, что приводит в движение поезд. Я знаю, что шахтеры делают это в КБР, и это создает эффект антуража. Эффект антуража считается чем-то вроде синергетического эффекта. Таким образом, сумма больше, чем сумма всех частей в целом. Или нет, извините, целое больше, чем сумма частей. Я думаю, что это синергетический эффект. Но так оно и есть на самом деле. Вся идея этого эффекта антуража заключается в том, что он настраивает ячейстую сеть таким образом, чтобы она действительно была оптимизирована для обеспечения гомеостаза. Да. Цель достигнута. О, да, именно это и является нашей главной целью. Так что давайте поговорим о силе. Давайте поговорим о дозировке, о побочных эффектах. Правильно. Итак, у нас действительно есть два вкуса. Итак, это наша мята перечная. Подойдут оба варианта. 750 градусов. Оба варианта стоят 750 градусов. И 1500. Свет просто убивает его. Да. А еще у нас есть натуральный ароматизатор. То же самое, 750 миллилитров мятного ароматизатора. Очевидно, на вкус похожего на мяту. И натуральный ароматизатор. Он не без запаха. На самом деле у него просто натуральный вкус. Натуральный, да, вы можете просто попробовать его на вкус. Но в нем нет ничего подобного, что имело бы значительный аромат. Как я уже сказала, цена 750 долларов и 15 сотен долларов. Почему у нас две разные дозы? Когда кто-то только начинает принимать КБР, извините меня, мы всегда рекомендуем начинать с малого. Начните с 750 долларов и продвигайтесь вверх. Дозировка составляет одну полную капельницу, поэтому когда вы все-таки откроете ее, вы увидите там маленькие маркеры. Таким образом, один миллилитр – это одна полная капельница. А иногда вам приходится делать несколько дополнительных выжиманий, чтобы довести объем до одного миллилитра. Но это и есть та самая доза. Поэтому я всегда советую начинать с 750 долларов, если вы используете его в первый раз, а затем увеличивать по мере необходимости. Потому что его можно использовать несколько раз в день. Существует ли верхний предел? Нет-нет, на самом деле это не так. Однако КБР можно считать двухфазным, что означает, что вы потенциально можете получить другой ответ при низкой дозе. Поскольку вы хотели получить высокую дозу, а не просто усиленную дозу того, что вы получили при низкой дозе, что-то совсем другое. Тем не менее, вы правы в том, что касается денег. Вы начинаете с 750 граммов. Таким образом, это означает, что во всем флаконе содержится 750 миллиграммов. А в этом флаконе 30 миллилитров. Это одна унция. То есть 25 миллиграммов на миллилитр. Хорошо. А там 30 миллилитров. Итак, вот ваши 750 миллиграммов. Начинайте с малого, двигайтесь медленно. Если вы не знаете, какова ваша доза, начинайте с малого. Вы можете даже набрать половину капельницы 750 миллиграммов препарата и двигаться медленно. Вы увеличиваете тетрование, и вы можете как бы найти сладкое-сладкое местечко. Это ежедневная дозировка. Это рекомендуется в качестве ежедневного режима дозирования, потому что, опять же, вы пытаетесь сбалансировать, создать и оптимизировать эту ячеистую сеть. И да, я думаю, что дозировка перед сном, вероятно, идеальна только для начала. Или, по крайней мере, позже в течение дня, или в то время, когда от вас на самом деле не ожидается многого, потому что может наступить сонливость или сонливость. Особенно, если вы новичок в этом деле. Если вы новичок в этом деле. Да, да, конечно. И потом, 15 сотен миллиграммов, это действительно вдвое большая концентрация. Таким образом, это 1,5 миллиграмма на флакон. Таким образом, получается 50 миллиграммов на миллилитр. Очевидно, что это немного большая отдача. Но с точки зрения тетрования дозы, вам, вероятно, лучше начать с самого низкого уровня в 750 миллиграммов. И постепенно продвигаться вверх. Правильно. И я всегда рекомендую подержать его под языком в течение 30 секунд, прежде чем проглотить. Это действительно помогает максимально быстро и быстро усвоиться. Так что это как перед сном. За 30 минут до сна. Просто подержите его 30 секунд на языке. Вы говорите о перевозчике? Маслоноситель? Да, это МАКТ. МАКТ. В качестве маслоносителя мы используем масло МАКТ на кокосовой основе. Определенно, если бы у меня тоже несколько раз возникал этот вопрос. Да. А потом домашнее животное. Да, мы можем поговорить о домашнем животном. Да, конечно. Так что у нас действительно есть домашнее животное. У нас есть маленькие домашние животные, 300 штук. Это ароматизатор цыпленка. Моим собакам он очень нравится. Они сразу же его принимают. Они сразу же его принимают. О, с одной из них это уже случилось. Они берут его прямо из капельницы, потому что пипетка для домашних животных пластиковая. Так что очень приятно, что они могут пить прямо из нее. Так что, мальчики, давайте посмотрим, возьмут ли они что-нибудь с собой. Шикарная вещица из Old Drop. Помните об этом. Что именно? Я не уверена, что вы сможете это увидеть. Подойдите сюда. Сюда. Вы не можете их видеть, но они принимают это. Они принимают это прямолинейно. Вот и он. Им это очень нравится. Но другие собаки, британи, которая была здесь, им не нравятся. Я не знаю, почему они этого не хотят. Все в порядке. Я натурал. Это из капельницы. Поэтому я просто капаю немного этого средства им на еду. Может быть, окей. Поэтому я собираюсь сказать вам, ребята, что не думаю, что это хорошая идея. Капельница? Да, потому что вы. Вы вводите бактерии в организм, в продукт. Хорошо, это правда. Упс. Да, мы хотим поддерживать чистоту, а не стерильность. Но вы же хотите сохранить продукт в чистоте, причем настолько, насколько это возможно. Чтобы как можно большему количеству собак это нравилось и было особенно удобно. И я думаю, что на самом деле капельница на домашнем животном пластиковая, так что хорошо, что этого не произойдет. Да, остальные из стекла. Но да, так что это тоже полезно для домашних животных, потому что они животные, они такие же млекопитающие, как и мы. И наши пушистые друзья определенно могут извлечь из этого пользу, если они стесняются. Правильно. Да. И я имею в виду то же самое с эндоконабиновой системой. Так что нам не нужно вдаваться в подробности по этому поводу. Но есть пара общих рекомендаций по применению препарата у собак. Скажем так, дисплазия тазобедренного сустава. Поэтому они испытывают дискомфорт от этого. По мере того, как они становятся старше, я знаю, что одна из присутствующих здесь Бритни не спала. Почему вы наблюдали за ней? Итак, она встала, чтобы сходить в ванную. Ей нужно было выйти. Но я начала давать ей КБР, и она спит всю ночь. Никаких несчастных случаев не происходит. У нее хороший сон. Тревога, тревога, разлуки. Огромная проблема с собаками. У нас когда-то был Риджбек, который сильно беспокоился, и тогда нам пришлось его погладить. Мы ездили на машине. Иногда я знаю, что одному из наших очень нравится кататься на машине. Я не знаю, они все время стоят. Они не любят расслабляться. Так что я могла бы просто помочь им расслабиться. Это грозы. Это фейерверк. Фейерверки — это все обычные вещи, с которыми мы все в некотором роде сталкиваемся при общении с собаками. И да, они не собираются держать это под языком. Но это нормально. Это просто так. Но опять же, если вы не собираетесь пользоваться капельницей, вы можете просто капнуть несколько капель в их миску или наполнить капельницу до краев. И как и двум другим здешним Бритни, мне пришлось положить туда немного крошки, а затем полить ее. Так что выбирайте то, что подойдет вашей собаке. И одна из причин, по которой мы говорим под языком, заключается как раз в том, что, надеюсь, вы получите немного лучшее усвоение информации. Это непросто. КБР не очень хорошо усваивается. Одна из причин, по которой МАКТ является превосходным носителем, заключается в том, что он действительно увеличивает растворимость и поглощение CBD. Итак, это носитель на натуральной основе, поэтому мы хотели выбрать то, что, по нашему мнению, обеспечит наилучшую абсорбцию и эффективную биодоступность. Да. Вы ответили на какие-то вопросы? Да, но все же следует иметь в виду одну вещь. Хорошо, итак, каковы же некоторые лекарственные взаимодействия? Каковы некоторые риски? Кому не следует начинать лечение? Итак, КБР метаболизируется печенью. Как я уже сказал, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило препарат под названием Эпидиоликс. Он был одобрен для лечения судорог и припадков. И вы можете продолжать и немного почитать об этом. Так что, очевидно, вы знаете, что литература поддерживает его использование, и существует множество других вариантов его использования. Очевидно, мы только что прошли через кучу из них, вероятно, сон, боль, настроение и хроническое воспаление, вероятно, были самыми серьезными из них. Так что, с точки зрения того, кому не следует начинать лечение печени, заболевание печени – это проблема. Если у вас есть заболевание печени или вам сказали, что у вас заболевание печени, но все же определенно не начинайте, пока у вас нет разрешения вашего лечащего врача. Вы хотите проконсультироваться по этому поводу с вашим лечащим врачом. Он метаболизируется печенью и фактически взаимодействует с некоторыми ферментами в печени. Поэтому существуют определенные лекарства, некоторые лекарства, с которыми он может взаимодействовать, могут вызывать взаимодействие. В основном то, что происходит, заключается в том, что КБР может по большей части замедлять метаболизм определенных лекарств. Так что некоторые лекарства означают именно это. Так что это может означать, что он может повышать концентрацию определенных лекарств. Это можно легко найти в Google. Не все, что вы читаете в интернете, соответствует действительности, не так ли? Это не так. Но вы можете проконсультироваться со мной, и я могу дать вам официальное заключение о том, действительно ли оно взаимодействует с конкретным лекарственным средством. Это действительно главное предостережение. В остальном это было бы просто похоже на то, чтобы проверить это, посмотреть, как вы себя чувствуете, и действительно двигаться дальше. Это довольно-таки щадящая терапия. Это не так. Просто скажите, да, это будет записано. Это записывается и будет размещено на канале YouTube, да. О, вот и один из них. Он также полезен для детей с аутизмом и эпилептическими спазмами. Хорошо, я думаю, что это было правильное утверждение. Я согласен. Я согласен с этим. Я знаю, что существует множество литературы и исследований, подтверждающих это. Хорошо, мы рассмотрели вопрос от ЭГК. Во сколько нужно ложиться спать? За 30 минут до того, как вы собираетесь заснуть. Я принимаю свой напиток всего за 30 минут до того, как лечь в постель. Время достижения максимальной концентрации в крови составляет примерно от 2,5 до 5 часов. Существует некоторая вариабельность. Я рад, что вы это сказали. Если вы собираетесь принимать препарат во время еды, принимайте его во время еды каждый вечер или каждый раз, когда принимаете. Если нет, то принимайте его натощак. Будьте последовательны во время еды или без нее. Очевидно, что прием пищи сведет вариабельность к минимуму. Но если это круто, если вы можете сделать это с едой, то это было бы моим предложением. Оставайтесь приверженцами еды. Еда падает. Опять же, порция — это полная капельница. На ней есть маркеры. 1 мл — это капельница. В каждой бутылке по 30 мл, так что получается 30 порций на бутылку. В любое время, когда вы собираетесь использовать какую-либо добавку для детей, пожалуйста, проконсультируйтесь с педиатром вашего ребенка, прежде чем начинать прием. Наш педиатр одобряет это решение. Используйте его. Хорошо, там много чего говорится о детях. Но опять же, то же самое происходит в любое время, когда мы обсуждаем это с детьми просто. Для тех из вас, кто спрашивал о том, чтобы ознакомиться с сертификатом анализа по истечении срока годности, в нем не должно было быть даты истечения срока годности. Это была ошибка. Поэтому они переделали сертификат анализа. На веб-сайте появится еще один сертификат, так что не беспокойтесь по этому поводу. Срок действия Beyond Use Dating составляет 2 года, но они стабильны и после 2 лет. Нет, мы просто хотели убедиться, что производитель данных дал нам 2 года гарантии. Вы хотите ответить на этот вопрос? Нет, нет, это просто связано с ТГК. К сожалению, мы выбрали полный спектр, потому что считаем, что он дает наибольшую клиническую пользу. Да. Таким образом, у вас всегда будет риск заражения ТГК. В будущем у нас могут появиться какие-то другие продукты, которые будут более ориентированы, скажем, на что-то вроде сна, в котором у нас не будет никакого ТГК. Но в настоящее время у нас его нет. У меня уже было такое раньше. Это повышает аппетит. Нет, на самом деле это может снизить аппетит. Нет, один из побочных эффектов заключается в том, что это потенциально вызывает снижение аппетита. Патрик, я хотела бы знать, помогает ли это вашей кошке при судорогах? Пожалуйста, дайте нам какие-нибудь отзывы. Совершенно верно. Все в порядке. Мы, ребята, начинаем работу через 23 минуты после 12. Я сделал замечание по поводу растворимости и абсорбции. В этом вы правы. Да. Хорошо. Нет, это так. И это одна из причин, почему, как мы уже говорили. Прокрутите страницу. Прокрутите страницу. Хорошо. Так что в основном используйте кокосовое масло Макт. Правильно, да. Не вредно ли вам втирать масло в кожу? Тела? Я имею в виду, что да. Я имею в виду, конечно. Я имею в виду, что из него получаются альбомы. От этого точно не останется и следа. Я имею в виду, что вы можете использовать его для этого. Да. Я использую КБР от головокружения, и это потрясающе. У меня отличный слух. Головокружение — это одна из неприятных вещей, с которой приходится иметь дело, потому что очень трудно точно определить, что происходит. Это может быть в любом случае. Помогает ли это косвенно снизить вес? Это может снизить ваш аппетит. Но это также помогает поддерживать ваш организм в гомеостазе. Так что как только все в нашем организме наладится, всякое случается, Гугли. Все в порядке. Да. Хорошо, ребята. КБР можно принимать в любое время суток. Да. Да. Пришлите это сюда. Да, вы можете отправить их мне, или вы можете просто проконсультироваться со своим лечащим врачом или вашим лечащим врачом. Или, если хотите, вы можете попробовать поискать в Гугл и просто посмотреть, что у вас получится, если вы очень-очень обеспокоены. Все в порядке. Да. Я думаю, мы рассмотрели все вопросы. Это не вызывает привыкания. Да, нет. Но это не вызывает привыкания, но вам следует постепенно снижать дозу. Если вы собираетесь прекратить прием препарата, не прекращайте его резко. Это была бы не очень хорошая идея. Мы уже обсуждали вопрос об использовании ЕГЭ. У меня такое чувство, что нам не хватает чего-то очень важного. Я не могу поверить, что это такое. Опять же, на некоторые из этих вопросов, на которые мы уже ответили, поступают прямо сейчас. Так что, возможно, похоже, что многие из вас запоздали с ответами. Я знаю, что электронное письмо было отправлено с опозданием. Так что это будет записано. Это снова записывается, и мы разместим его на нашем канале YouTube, чтобы вы, ребята, могли отправить его своим друзьям, родственникам, чтобы они послушали это. Да, передозировки не бывает. Нет, мы действительно говорили о том, что на самом деле у него нет верхнего предела. Вы выходите с мармеладом. Да, мармеладные конфеты. Я обожаю мармеладные конфеты, но вы знаете, как трудно приготовить чистый мармелад. Это действительно сложно, очень-очень сложно. На данный момент это просто сложная задача. Но это не значит, что мы не работаем над ней. Мы работаем над этим. Я могу сказать вам это точно. Хорошо, Хизер. И вы добавляете его в напиток или коктейль? Да. Иногда на ночь я добавляю его в чай. Опять же, вы не сможете по-настоящему ощутить его вкус, если у вас его нет. Фармацевту было бы виднее. Это Райан. О, вы имеете в виду, вероятно, лекарственное взаимодействие? Да, вы правы. Да. Я рад на 100%, что благодарю вас. Я думаю, что вы, вероятно, именно это имеете в виду. Я фармацевт. Я согласен. Я фармацевт и да, так что любые вопросы о взаимодействии, вероятно, будут правильными. Позвоните в свою аптеку, поговорите с вашим фармацевтом на самом деле, потому что по закону я даже не имею права давать вам конкретные медицинские рекомендации. Потому что вы не находитесь под моим присмотром. Отличный комментарий, Гленда. Мне это очень нравится. А вот и Хизер. Отличный Хизер. Все в порядке. Все в порядке. Ну что же. У меня такое чувство, что мы чего-то не понимаем. Я действительно так думаю. Я хотел бы подробнее разобраться в терпенах и разобраться в них по-настоящему глубже, но, честно говоря. На это ушло бы много времени. Я бы потратил на это много-много времени. Очень много времени. Их очень много. Но, как вы и сказали. Прикройте меня. Да, погуглите их в гугле. Я думаю, мы рассмотрели самые важные моменты этой истории. Если у вас, ребята, возникнут еще какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите нам по электронной почте. Да. Мы постараемся с вами связаться. Хорошо. Сегодня понедельник. И я надеюсь, что у вас, ребята, будет потрясающий день и очень продуктивный остаток недели. Увидимся здесь в это же время в следующий понедельник. Хорошо, получите свой КБР. О, мы не стали уточнять цены. Что именно? О, вы этого хотите? Да, как всегда. Окей. А дайте мне это. Дайте мне второе место. Мы не заучили его наизусть. А вы? Позвольте мне по-быстрому избавиться от этого. Поехали. Нет, цены выше некуда. Вот это и есть безумие, если посмотреть на качество. И, кстати, ГЭФ Биофарма является фактическим поставщиком сырьевых ингредиентов. Для тех из вас, кто хотел бы заглянуть на их веб-сайт и узнать немного больше. Они проводят тщательное тестирование сырого ингредиента. Мы проводим тщательное тестирование получаемого нами сырого ингредиента. Затем мы тестируем наш конечный продукт еще до того, как вы его получите. А в штате Флорида действуют довольно строгие правила тестирования. Так что у нас там все хорошо. Хорошо, и так. 750 миллиграммов. 18 долларов для членов клуба и 28 долларов для розничной торговли. Я имею в виду, если вы знаете другие компании, я уверена, особенно если вы использовали КБР, я имею в виду, платя от 100 до 150-200 долларов за один флакон. Как вы должны использовать это регулярно, чтобы реально сбалансировать или улучшить свою эндоканабиноидную систему? Это больше похоже на то, что вы используете его экономно, потому что не хотите, чтобы оно закончилось, и вам снова пришлось покупать еще одну бутылку масла CBD за 200 долларов. А затем 15 сотен по 26 долларов для членов клуба и 36 долларов для розничной торговли. Опять же, огромная-огромная экономия. К тому же я потеряла питомца. Он был прямо там. И потом КБР для домашних животных. Опять же, содержится всего в 300 миллиграммах. И эта доза составляет 14 миллиграмм для членов клуба и 22 миллиграмма для розничной торговли. Так что, опять же, она позволяет вам принимать ее каждый божий день так, как вы должны делать, чтобы помочь изменить свое тело к лучшему. И, наконец, что касается КБР для домашних животных, пожалуйста, убедитесь, что вы следуете инструкциям по дозированию веса, которые указаны на этикетке. Это не значит, что это не просто наполненная капельница, как это обычно бывает у человека. Поэтому, пожалуйста, следуйте рекомендациям, основанным на весе. Да, отличная мысль. Все в порядке. Все в порядке, ребята. Большое вам спасибо. Приятного вам понедельника, и мы скоро поболтаем. До встречи. Будьте осторожны.